И принимаюсь Константин Константинович, и он мне рассказывает такую историю, а надо сказать, у него была прекрасная речь, причем такая эмоциональная, это уже эмоциональная, что интересно. Представьте себе, в третьем этапе я выхожу на баллон через метро, подхожу по трамваю, ебучий на экзамен, ну а там, как всегда, полно народу, в общем, кто-то толкается, отталкивает, короче говоря, он заходит при ступеньку, и в это время какой-то, ну, вроде нас с вами, Владимир Александрович, вы понимаете, да, значит, так грубо его отталкивает, и как мне говорит Константин Константинович, когда ему пытается сделать замечание, все-таки, у преступленьки остаться, он говорит, ответом была площадная брана, ну, хорошо. Значит, в конце концов, он доезжает, естественно, для МВТУ, и дальше происходит следующее, он заходит, когда в аудиторию, где он должен экзаменовать, он видит этого человека, этого студента, видит среди экзаменующих, но смотрите, что он делает дальше. И он мне говорит, я так по себя думаю, это нормально, все было хорошо, он мне говорит, ну, вы же меня понимаете, конечно, я сейчас не помню, с кем он принимал экзамен, но он говорит, я говорю своему партнеру, вот у этого человека будете принимать вы, я не имею права принимать экзамен, понимаете, потому что я могу быть предвзятым. Он не знал просто тех слов, которые... Нет, я не знал, естественно, он как интеллигентный человек, но вот... Но он и знал, знал. Нет, ну, на самом деле, кстати, Константин Константинович владел русским языком в совершенстве. Во всех словах. Знаете, я вот скажу две истории, ну, во-первых, не сразу, а во-вторых, я же знаю больше, но вот за пределами двух, я, как бы это сказать, я не уверен, что я... Алексей Борисович, я же понимаю, мораль первой истории. Мораль первой истории не остается. В любом случае не употребляйте ненормативную лекцию. Они не лекции. На самом деле, на самом деле, вот вы задумайтесь и задайте себе вопрос, каждый ли из нас поступил бы так же, понимаете? Вот это действительно настоящий народ, настоящий и чистый народ. Вот почему я говорю, что у вас стало... Просто... Ты с какой стороны смотришь? На стороны студента или преподавателя? Может быть, его дитя. Да-да-да, может быть, тоже технический наук.